Девушки отдыхают Программа 32-битные сказки продолжает рассказывать о новинках видеоигр для новой перспективной видеоприставки Sega Dreamcast. И сегодня у нас подарок для всех любителей легендарной серии Resident Evil. Компания Capcom в сотрудничестве с Sega наконец познакомила нас с очередным продолжением этого приключенческого экшена под названием Code Veronica. Пока она вышла под названием Biohazard 2 только в демо-версии и на одном диске вместо двух обещанных. Однако и эта версия дает прекрасное впечатление о новой игре. КОНЕЦ Относиться к Capcom-овскому сериалу Resident Evil можно по-разному. Однако отрицать тот факт, что именно он является для многих лучшей игрой всех времен и народов, никто не вправе. Сперва мы считали эту игру очередной попыткой Capcom нажиться на популярности своего самого известного на сегодняшний день творения. Но после знакомства с Code Veronica мы так больше не считаем. Это больше, чем просто старая игра в новой оболочке. Это поистине новое поколение страшного и ужасного Resident, которое способно сделать для новой представки от Sega практически то же самое, что сделал первый Resident для PlayStation в далёком 96-м году. Те, кто знаком не понаслышке со всеми тремя предыдущими частями этой игры и является их фанатом, уже наверняка догадываются о сюжете Code Veronica. Итак, через три месяца после событий, произошедших во втором Resident, героиня этой игры, Клэр Рэдфилд, отправляется в Европу на поиски своего брата Криса. Искать его она, естественно, начала в тамошнем представительстве коварной корпорации Амбрелла. Но её поиски не увенчались успехом. Бедную Клэр засукивают на месте преступления охранники и отправляют для предотвращения дальнейших проблем на свою секретную базу, расположенную на далёком острове в неизвестном океане. Заточение Клэр в застенках Амбрелла длится недолго. После неожиданного нападения на базу толп разнокалиберных монстров, наша героиня оказывается на свободе. Вот только выбраться с этого острого кишащего зомби и прочей нечистью, ей будет намного труднее, чем сбежать из города Раккун-Сити. К счастью, в определённый момент игры ей на помощь приходит её братец, который и помогает ей избежать верной гибели. Как мы уже сказали, Resident Evil Code Вероника должна выйти в продажу на двух дисках. Впервые в данном сериале игрокам предлагается не только пройти игру за одного из двух бойцов с нечистью, но и очистить от неё сразу две основные локации. Причём Клэр займётся этим непростым делом на острове в океане, а её родной братец в европейском офисе Амбрелла. Демо-версия даёт прекрасное представление о всех достоинствах и недостатках этой игры. Сначала о грустном. Первый трёхмерный Resident Evil в своей основе не изменился ни на Йоту. Все три его классических недостатка, а именно не совсем удобная система управления, глупое ограничение по количеству переносимых предметов и запись прохождения с помощью печатной машинки остались на своём месте. Также практически не изменились в лучшую сторону и особенности анимации главных персонажей. Остались на месте открывающиеся по полчаса двери и лестницы, подняться на которые без нажатия на кнопочку нельзя. Остались на месте и тени в виде кругляшка под персонажем, которые на протяжении всей игры мешают вам с головой окунуться в новый реалистичный мир Resident Evil. И всё же, даже при всех вышеперечисленных недостатках, код Вероника способна сразить наповал любого, даже самого скептической, настроенного на её предмет игрока. Её красота и реалистичность, а также выборенные чуть ли не до мелочей, тремя предыдущими сериями и стараниями новой команды разработчиков из теги, игровой процесс заставляет нас вновь поверить во всё происходящее на экране. Нас в очередной раз напугают, заинтригуют, они просто дадут вдоволь пострелять из разнокалиберного оружия по злым и страшным монстрам, вызывающим порой одну усмешку. Код Вероника это вовсе не та халтура, которая нас порой с большим удовольствием пичкает жадной до лёгкой наживы Кэпком. Это действительно шикарная игра и отличный пример того, как надо возрождать на новом уровне популярные сериалы прошлых лет. После перехода серии в полное 3D, она не только стала краше своих псевдотрёхмерных предшественников на PlayStation и PC, но и получила новую, так необходимую ей порцию кинематографичности и самое главное реалистичности. В Resident'е нас теперь ждут потрясающие ролики чуть ли не на каждом шагу. Большинство из них идёт на движке самой игры и точно так же как Шен Миллер привносит в игру совершенно новые, несравнимые ни с чем ощущения. Именно в них персонажи игры оживают и превращаются из трёхмерных марионеток в реальных людей, способных вызывать у игроков все нужные чувства. Её имя Клэр Редфилд. Мы сняли её в парас-лабе 10 дней назад. Она, влажно, инфилтрировала комплекс, looking for her lost brother, Крис Редфилд, один из живых членов РПД «Стар». Впервые за всю историю создателям Resident Evil'а удалось действительно разнообразить свою игру, как с графической, так и с игровой толстым зрением. Поиграв всего лишь в демоверсию, мы смогли поглазеть сразу на несколько разнообразных по своему виду и содержанию локации и встретить сразу несколько довольно нестандартных для этой серии головоломок. Полная игра включает в себя сразу две кинофильские зоны. Это Европа и тропический остров, внутри которых мы находим более 10 различных по своему построению и графических самоисполнений локейшенов, а не только один несчастный домик, которым мы и проводили раньше всё своё время. Новое поколение Resident Evil'а явно будет способно удовлетворить нужды как фанатов сериала, так и тех, кто к нему уже давно охладел. Этой цели Capcom смог добиться неприсущим ему обычно блеском. Это был рассказ об очередном продолжении серии Resident Evil под названием «Код Вероника» для новой перспективной приставки Sega Dreamcast. Кстати, на вопросы многих наших телезрителей отвечаем, что теперь эту приставку можно приобрести в магазине «Стинтура», расположенном по адресу 8 марта 12D. Удачи вам! Ну а на этом всё. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!